Принято считать, что средние века это мрачное время, коварство инквизиции, ужас и беднота. Однако специалисты могут смело утверждать, что это лишь предрассудки и неверное восприятие истории. К тому же для Таллина средние века время процветания. Он входил в состав Гонзейского союза и именно через нашу, нынешнюю столицу, новгородские купцы везли свои товары в Европу. Когда римляне отошли один прекрасный день из Британии в 1410 году, они увезли всю систему, в том числе и серебро, которое было основой денежной системы, все рухнуло. И по этому поводу, после развала Западно-Римской империи, это естественно было откат и такое мрачное время. В Эстонии есть исключительная ситуация, в том смысле, что в средневековое время Гонзейский Таллинн, допустим, был исключительно богат. Он надолжал деньги и западноевропейским, так сказать, довольно богатым городам. И по этому поводу в Северном Европе одно время в Таллинне было вообще центр, так сказать, богатства и власти. В старом городе всегда кипела жизнь. И, как в прежние века, он интересен не только для гостей, но и для обычных горожан. А особенно завтрак, когда сотни людей соберутся, чтобы насладиться торжественным шествием, которым откроются 14-е дни средневековья в Таллине. На это время ратушная площадь и окрестности церкви Нигулиста превратятся в процветающий Гонзейский город. Традиционный рынок мастеров, где ежедневно будет вестись торговля лучшими ремесленными изделиями из близких и далеких мест. Во все дни с 4 по 7 июля на площади будут проходить также концерты, выступления. Предлагаться будут и средневековые развлечения, и угощения. Пышные костюмы, радостные лица и неумолкаемые звуки флейты и барабанов. Все это неотъемлемая часть праздника, который уже более 10 лет отмечается в столице. Мы не стремимся каждый год предлагать что-то новое, скорее из года в год. Дни средневековья все глубже погружаются в эпоху того времени. Конечно, и в этом году всех гостей праздника ждет немало концертов, мастерских, товаров и прочего. Я рекомендую посетить торжественное открытие, принять участие в шествии. Вдруг у вас залежался дома средневековый костюм, или вы сами сшили его в свободное время? Приходите, мы ждем вас. 14-е дни средневековья продлятся до 7 июля. В дни праздника можно будет не только купить изделия эстонских мастеров или поучиться у них рукоделию, но также пройдет множество экскурсий, кстати, и на русском языке. Вечерняя прогулка с легендами, которую проведет театр Самсары, спектакль в доме Хопнера, большой турнир учеников, средневековая слобода. Там можно будет попробовать свои силы в различных мастерских ремесленников, в средневековых играх на ловкость и выносливость пройти школу юного рыцаря. Продолжение следует...